Украина вслед за Россией планирует отказаться от перехода на зимнее и летнее время. Впервые украинцы перевели стрелки 30 лет назад в целях экономии. Однако сейчас, по мнению нардепов, это не сохраняет электроэнергию, а наоборот только усугубляет проблемы со здоровьем. Кто и для чего переводит стрелки, знает Светлана Меркулова. Украина может отказаться от ежегодного перевода стрелок. Будут ли украинцы возвращаться на час назад в ночь на 30 октября, зависит от депутатов Верховной Рады. Законопроект, который предлагает отказаться от временных перемен, будут рассматривать 23 сентября. Основные аргументы в пользу документа. Плавающее время способствует увеличению сердечных приступов. За медицинской помощью в период перевода стрелок обращаются в два раза чаще. Психологи говорят, в это время возникают и проблемы со здоровьем у людей с неустойчивой психикой, а количество самоубийств существенно возрастает. Однако однозначные оценки временным переменам эксперты не дают. Иногда стресс – это повод и шанс для обновления. Любая стрессовая ситуация, как температура, она усиливает иммунитет организма. И в любом случае мы готовимся, мы во время обсуждений волнуемся, мы повышаем свое кровяное давление. И как один из вариантов это может быть плохо для людей, у которых сердечно-сосудистая система ослаблена. Но если человек готов, и он готовился целых полгода к этому переводу, и тренировал сердечную мышцу, и пил витамин, то, скорее всего, что все будет в порядке. Переход Украины на зимнее время экономил миллиард киловатт, что в денежном эквиваленте равен сумме 240 миллионов гривен. Если ее разделить между всеми жителями страны, экономия выходит копеечная – всего 5 гривен в год. Экономисты утверждают, переводить стрелки часов было выгодно несколько десятилетий назад, а с внедрением энергосберегающих осветительных приборов такая необходимость отпала. В летнее время, когда световой день достаточно длинный, и с утра, и до выхода на работу, и после выхода с работы потребностей в освещении нет. То есть это в летнее время особо не влияет, а в зимнее время тоже не влияет, потому что с утра еще темно, вечером уже темно. То есть это касается лишь весеннего и осеннего периода. С учетом того, что сейчас люди все-таки переходят на лампочки нового поколения, энергосберегающие, удельный вес освещения в наших жилищах и служебных помещениях, расходов электроэнергии на освещение, становится все более незаметным. Если народные депутаты поддержат отказ от зимнего времени, киевские часы будут по-прежнему опережать московские на час.